всем привет кто присоединяется к прямому эфиру всем привет девочки итак сегодня у нас прямой эфир по наращиванию витражным гелем вот таким вот синим оттенком такой даже знаете синий фиолетовый и сделаем с вами новогодний дизайн очень быстрый но очень красивый эффектный вот с такими шермиконами и наил круст лесная сказка и сканди стиль у меня вот здесь такие фрагменты остались и взяла некоторые не пригодятся возьмут эти голубые веточки шишку скорее всего еловую ну в общем будем в процессе все подбирать итак для вас эфир проведу сегодня я меня зовут юлия фролова я являюсь инструктором и мастером по дизайну и моделированию ногтей и так я уже приготовила ноготочек к наращиванию я на себе буду сегодня показывать единственное сейчас вот представляете перчатку одевала уже поверх формы поэтому тут немножечко мне липкий слой ушел вот так сейчас чуть я камеру тут под настроем и так хорошо ли меня видно хорошо ли слышно оставьте какой-либо смайлик если все нормально и так поставила форму для наращивания буду делать форму миндалевидную вот поставила форму самое главное чтобы она нас стояла ровненько до прилегала к ногтевой пластине я вырезала так как форма мне помешало ну вернее валики помешали поставить форму она не вставала как мне было нужно поэтому вырезала немножечко проверяем чтобы по центру у нас все было ровненько да и здесь чтобы прилегала чтобы никаких у нас заломов не было сейчас чуть-чуть и и поправлю потому что перчатку одевал сейчас прям с формой немножко тут не в том месте склеила сейчас и так поставила форму я уже ноготочек подготовил сделала маникюр запилила слегка ногтевую пластину убрала с нее глянец и нанесла базу бейс гель ну естественно поставила перед этим праймер так чтобы просто времени терять прямом фильм то что одной рукой в перчатке это делать неудобно поэтому сделала до эфира небольшой подготовку и так делаем подложку для начала хочу ноготочек сделать по длине и так как более показательным будет выглядеть дизайн начинаю выкладывать подложку делаем не сильно тонко в роста сразу закрываем устраиваемся формы выложишь сразу ровную на готовность для чего для того чтобы меньше было пили чем ровнее выложим нашу форму тем меньше нам будет пилить страсть всегда архитектуру выложить максимально на готовность так всем привет кто присоединяется на сегодня наращивание витражным гелем с легким быстрым новогодним дизайном а скоро у нас будет активная подготовка к новому году клиентам нужны будут красивые ногти да и времени хотелось бы на это потратить не очень много чтобы со всеми все успеть поэтому вот я предпочитаю сейчас последнее время дизайна такие больше экспресс быстрые но при этом стараюсь составить из простых элементов красивую композицию чтобы это было интересно так эти формы они очень удобные тут сразу можно выложить красивую точную архитектуру и так сделала подложку сейчас ее высушу высушу сейчас секунду девочки сейчас я одной рукой себя тут помогу быстренько чтобы ничего не испортить всем привет кто присоединяется рада что вас сегодня много на эфир по наращиванию витражным гелем с легким быстрым новогодним дизайном кстати еще для дизайна буду использовать сегодня импасту белую до куда мы и зимой снова как бы в дизайнах без импасты никуда имитация снега всегда имеет место быть зимним маникюре вот такие объемные декорации сначала хотела показать в матовом варианте да потому что вот такие вот элементы объемно не очень красиво смотрится под матовым топом но так как будет витраж хочется показать его глубину и поэтому буду сегодня использовать топ глянцевый так подложку высушили подложку высушили далее можно снимать форму так главное чтобы у меня тут все снялось ничего не оторвалось потом могу накосячить на себе просто не очень удобно модель искать было мне к сожалению некогда и так сделали вот такую подложку дальше чтобы у нас дизайн добавить в глубину витраж наш можно добавить например поталь мне очень нравится сочетание синий и золотой у меня вот предыдущий маникюр кстати тоже был синий золото давайте добавим поталь можно вообще в витражные геля внутрь добавлять вообще все что угодно хочу поставить вот такой большой кусок ну как бы праздник этот праздник правильно же вот такой большой кусок и маленький кусочек вот сюда вот сюда маленький кусочек вот так можно будет еще сверху потом продублировать посмотрим так и кисточкой кисточкой прижимаю прям на липкий слой ставлю поталь но у нас никуда не денется вот таким образом и внутри будет очень она прикольно смотреться можно конечно еще там блестки всякие добавить тут полет фантазии просто может быть безграничным и сейчас вот покажу вам такой не знаю может быть для кого-то это будет лайфхаком надеюсь так как гели витражные не полупрозрачные да и у кутикулы если хочется вам чтобы цвет был поплотнее то есть можно сначала первый слой моделирования сделать таким небольшим тоненьким до апекс достроить потом то есть мы сначала промазываем ноготь гелем промазываем так сейчас отодвинем кутикулу не забываем отгибать боковые валики также не потекло ловлю его гель довольно жидкий я например сама вот как мастер предпочитаю материалы густые мне нравится будет погуще поэтому учитываем до консистенцию материала когда работаем с гелем и так промазали тонким слоем таким вот у кутикулы тоже не забываем и когда мы будем наносить дальше второй слой сейчас этом нужно будет просушить когда мы будем наносить второй слой то вот здесь уже как раз у нас появится плотность цвета зоне кутикулы сейчас видите он там все равно будет просвечивать то что можно можем у кутикулу поставить большое количество материала я бы даже сейчас вот еще добавила еще почему я так делаю иногда когда мне нужно смоделировать длинные ногти иногда бывает неудобно жидким материалом сразу полностью всю толщину материала построить поэтому можно делать этого два этапа это можно делать два этапа можно даже потом вот в этот слой еще что-то добавить блестки или или можно например еще поталь добавить чтобы такая многослойность появилась так немножечко выпрямила архитектуру на самый-самый кончик чтобы там просвечивалась поталь добавим сейчас еще один слой сейчас гель начал припекать поэтому я вытаскиваю многоточек из лампы и сейчас хочу такой знаете мне нужен мне нужно оторвать кусочек чтобы он был неровный а такое какое-то рваненький немножко вот отлично и вот сюда вниз я ставлю такой кусочек с таким образом вниз чтобы появилась многослойность таких ногтей есть конечно но смотря с какой скоростью вы работаете если делать все десять таких ногтей конечно работа трудоемкая вот поэтому можно взять такой вариант за основу и сделать например пару таких ногтей клиентам то есть тут уже на ваше усмотрение можно сделать на всех ногтях такой вариант то можно не на всех досушиваем гель так сейчас я переключу немножечко передвину штатив чтобы было видно ваши вопросы сейчас секундочку девочки голос меняется да может быть я потому что в гарнитуре сижу чтобы звук лучше был обычно обычно это срабатывает плюс нормально все слышат голос нормально у меня не меняется может быть громкость меняется голоса так сейчас жду когда высохнет гель и достраиваем архитектуру до готовности так как я выкладываю всегда ровно материалы нужное его количестве не перебарщиваю то пилить тут принципе будет нечего ой вот видите вот он жиденький поэтому немножечко мне неудобно но гель очень красивый и очень классные дизайны можно сделать с витражными гелями так промазываем полностью ноготь делаем своего рода мокрый пол по которому у нас будет прекрасно ложится следующий слой смотрите как там прикольно смотрится поталь внутри я потом сделаю красивое фото обязательно добавлю его на свою основную страницу посмотрите как это все смотрится изнутри потому что сейчас в эфире все равно где-то съедается качество поэтому может быть такое что вы не разглядите всю красоту этой внутренности нашего дизайна потому что просто сделать прозрачный витражный нога ноготочек это скучновато да поэтому нужно что-то добавить интересное дизайн какую-то блестку так добавила материал потому что маловато мне показалось вот в этой зоне свободном крае и так сейчас я с центру девчонка стальных со звуком все нормально вам комфортно слушать смотреть все ли видно все ли понятно напишите пожалуйста пока я центрую ноготочек чтобы у меня не поплыла архитектура потому что не особо удобно на себе так все ли вам видно все ли понятно сейчас конечно не видно есть кадра ушла чтобы сцентровать архитектуры так все готово сейчас так так немножечко подсушила смотрите вот так он выглядит при виде сбоку вот так он выглядит при виде сверху он красивый такой ровненький в об сейчас покажу останется слегка истончить свободный край чтобы торец был тоненький и периметр свободного края тоже оформить часть такой прикольный красивый дизайн внутри фольга очень интересно смотрится сейчас его высушу до конца таких гелев линейки во имя 3 оттенка да еще есть изумрудный и розовый и со всеми из них можно сделать аналогичный дизайн и иногда даже очень классно смотрится использовать молочный я как-то тоже в эфире показывала молочный гель и несколько оттенков да можно либо два взять каких-то не кстати чем классно между собой сочетаются особенно вот этот оттенок с розовым потом этот оттенок с синий с зеленым очень классно сочетается мне нравится делать сложные варианты когда используется несколько оттенков цветных моделирующих гели это всегда привлекает внимание это всегда выглядит нескучно это всегда дорого потому что такая работа на будет выделяться то что одна тонна клиенты грубо говоря и дома могут сами себя сделать и вы всегда сможете если будете делать сложные какие-то вещи выделиться среди своих конкурентов так все нормально все звук у всех так где можно приобрести материал материал эми ну вот сейчас эфир проводится на официальном аккаунте торговой марки эми и материал вы можете приобрести вы можете перейти по ссылке в шапке профиля есть ссылка на интернет магазин или написать менеджеру если что-то непонятно всегда работают менеджера в директе они вам ответят итак смотрите у нас архитектура просохла гель просох теперь мы можем снять липкий слой и сделать легкий опил так сделать легкие если есть какие-то подтеки вот здесь у меня до небольшой есть затек я его сейчас уберу в первую очередь то есть пилить начинаю всегда с освобождения точек в ростом для того чтобы не было видно боковую стеночку и полностью архитектуру и здесь тоже убираю теперь открывая толщину торца опиливаю оформляю свободный край смотрите уже да видно форму и выглаживаем поверхность свободного края выравниваем ее так сейчас проверю ровно неровно все вроде нормально все ровно все хорошо всем привет кто присоединяется девочки всем привет эфир у нас сегодня по наращиванию витражными гелями ими так сейчас немножечко здесь вот правлю и можно будет бафить смотрите вот такой должен получиться свободный краешек тоненький и здесь должна быть такая ровненькая площадочка ну в принципе все в принципе все это весь опил немножечко хочу повернуть свободный краешек так готово бафлю верхнюю часть ногти я не пилю потому что материал там лежит ровно весна снимаю глянец бафом на этом весь опил ты самая самая сложность заключается выкладки материала да вы должны правильно выложить тоненько сразу на готовность тогда вам ничего не нужно будет пилить опил у вас будет занимать прям очень мало времени то что форма уже готова останется ой простите останется только слегка ее оформить так теперь убираем пыль и приступаем к дизайну начну я шермиконов я очень люблю шермикон ставить на опиленную поверхность и уже дополнять их какими-то другими декорациями так все высох обезжириватель так как у нас золото в дизайне присутствует возьмем вот такие тоненькие золотые цепочки со звездочками с кружочками можно поставить их вертикально можно поставить горизонтально как хотите я поставлю две линии горизонтально так сейчас я отрежу нужно нужный фрагмент такой осталось обратно на планшетку и еще в момент мне нравится ставить если я горизонтали горизонтально ставлю такие детали мне нравится ставить чуть выше чем середина не по центру так чтобы не нагружать нижнюю часть ногтя иначе это визуально делает ноготь толще лишнее отрезаем выбираем вроде бы знаете элементы простые очень простые а получается в итоге очень классный такой сложный довольно таки дизайн и очень интересно смотрится за счет моделирования что внутри у нас там поталь стоит так поставила параллельно друг другу две горизонтальные линии и еще смотрите такой момент нужно чтобы вот эти вот элементы не пересекались да то есть звездочка кружочек кружочек звездочка вот так интереснее будет смотреться чтобы звездочка по звездочек не было потому что они все-таки место занимают много и тогда у вас расстояние между ними получится больше интереснее смотрится когда расстояние небольшое так теперь нам нужно поставить с вами выбрать вот эти элементы да что у нас будет здесь стоять так как у нас синий гель синий гель я хочу взять вот голубую наверно маленькую веточку сколько здесь элементов может поместиться шишку мне бы хотелось использовать потом голубую веточку еловую ветку я не хочу сюда брать ну наверное вот этот элемент вот с ягодками с голубыми так эту шишку сразу вырезаем и наверное вот эту веточку голубенькую тоже возьмем можно какие-то похожие взять декорации если у вас есть nail crust с другими фрагментами можно взять подобрать под эту идею другие декорации так я их кладу на влажную салфетку для того чтобы отделить от бумажной основы можно на диск с мощной водой в принципе все равно на что вы их положите главное чтобы они от бумаги отсоединились так всем привет кто присоединяется хотя матовым тоже прикольно смотрится но глубины видно не будет поэтому делаем глянец так слайдер топ слайдер топ будем делать сейчас так мы берем слайдер топ для того чтобы поставить слайдера фокусируется камеры прыгает постоянно я его наношу отдельной кисточкой то есть не той которая я в которой во флаконе отдельной для того чтобы сделать тонкий слой потому что топ слайдер он у нас настолько липкий что даже в тончайший слой этой липкости его хватает для того чтобы поставить декорации под кутикулу не ставлю но по всей длине распределяю сушу в лампе 30 секунд сушу в лампе 30 секунд пасту мы наверное посыпем с вами чем-нибудь каким-нибудь песочком можно бархатный песок использовать можно акриловую пудру использовать все что угодно мне вот здесь акриловая пудра есть я возьму ее можно кстати посыпать блестками какими-то мелкими беленькими тоже можно так топ слайдер высох дима пинцет я люблю ставить пинцетом сначала начинаем с центральной декорации то есть у меня шишка дано она такая как бы объем ненькая поэтому я ее ставлю 1 поставлю ее вот сюда чуть повыше чтобы было видно золотые линии сюда повыше поставлю вот так потом ставлю здесь внизу голубую веточку не хотя веточка наверное с ягодками здесь уже не нужно она будет лишней доставлю два элемента видите сначала думаешь по что будет так а потом уже понимаешь что нет нужно сделать иначе сушу в лампе еще несколько секунд обычно просушиваем как нам клиентах работу конвейером сушу вот так вот элементы ну секунд 15 допустим пока вы на другую руку наносите до топ слайдера здесь уже высохнет секунд 15 вполне хватает для чего это нам нужно для того чтобы сполимеризовать пленку наших слайдеров да с остаточной липкостью топа слайдер чтобы они не двигались и не отклеивались далее наносим ультрабонд линелл преп я на упрепом люблю работать потому что он очень классно убирает складки и можно грубо говоря 10 раз по одному месту проходится а ультрабондом нет почему потому что если вы сделаете нахлёст ультрабонда да нанесете несколько раз на одно и то же место у вас может быть скола отслойка и так далее потому что ультрабонд так не работает он должен нанестись один одним слоем и все как бы и так и так можно да главное чтобы пленку убрать далее беру небольшое количество снова топа слайдер и теперь мне нужно промазать аккуратно тонким слоем декорации наши чтобы они хорошо держались хорошо носились на клиенте и чтобы топ не так быстро протирался потому что декорации объемные и в быту у клиентов протирается топ на самых высоких элементах поэтому чтобы этого не было нужно топ слайдер нанести и для защиты самой декорации чтобы она не отклеилась в процессе носки и для того чтобы и для того чтобы не протерся очень быстро топ так далее нам нужно будет нанести топ я возьму топ ты класс можно взять топ ультрашайн если вы не планируете ставить стразы например я бы здесь наверно еще и стразик бы добавила может конечно он будет лишним но мы сейчас посмотрим потому что я обычно решаю как будет выглядеть дизайн в процессе так топ у нас высох теперь мы наносим на чтоб вот сюда сейчас в бок не наношу там я кисточка еще проработаю отдельно но не забываем промазать полностью весь ноготочек и теперь что я делаю теперь так как у меня топа очень много в декорациях и не видно объема я беру кисточку сухую чистую и этой кисточкой убираю из наших декораций лишний топ так вы сохраните объем и за счет того что мы до этого нанесли топ слайдер декорации не протрутся будут очень хорошо носиться сушу его на клиентах топ ты класс ну вообще любой топ советую сушить две минуты особенно матовый мат вы можно даже больше просушить топ текла с чем вы его дольше сушить и тем он будет дольше сохранять глянется хотя гляньте его рассчитан ну где-то недели на три но в принципе а если клиент аккуратно они четыре недели пять хорошо с ним ходят такой достаточно прочный топ так подсушили смотрите уже красиво да но нам хочется все-таки что-то добавить добавим мы в первую очередь импасту с акриловой пудрой пасту с акриловой пудрой так на кисточка понадобится мазок номер три старенькая на мазок номер три перед работой я кисточки всегда чтобы если вдруг остается какая-то краска в них или еще что-то и потому что я не помню что я до этого использовал чисто где-нибудь здесь покажу чтобы вам видно было топ слайдер топ теклос можно капнуть и промыть кисточку еще иногда бывает когда например не пользуетесь какое-то время кисточкой да она как бы немножечко слегка такая деревенеет полимеризуется и чтобы ворс сделать мягким подвижным мягким подвижным кисточку нужно просто аккуратненько промыть вот таким образом у них таких три просто народе схватила ту который редко пользуюсь во все все чувствуется что ворс снова стал упругим послушным можно дальше создавать наш дизайн итак берем импосту всегда перед работаем посту нужно разогреть вот таким образом и перемешать ее потому что отстаивается прозрачная фракция нужно все это перемешать и когда вы импосту разогреваете она становится более жидкой и более удобной в работе так далее что мы с вами делаем оставим такой как бы снежок импровизированный да так вот здесь под кутикулы можно побольше поставить наносим его такими небрежными хаотичными мазками сюда можно немножко добавить сюда чуть-чуть сюда немножко можно даже где-то прямо на сам рисунок попасть здесь так вот я думаю этого достаточно хотя наверно здесь вот тоже нужно вот внизу тут можно на шишечку добавить все этого достаточно много сильно не нужно потому что иначе дизайн будет тяжеловато смотреться местами так слегка опять же зависит от длины и чем у нас длиннее ноготь с тем больше мы можем на него поставить декораций потому что на коротких ногтях большое количество декораций смотрится не очень местно так поставил прям над баночкой чтобы не по не растерять так сушим лампе ну и длина рядности чтобы у сороки прямо несли можно добавить стразы только вот я не помню плане нет не запланировала стразы все сейчас девчонки под сушу быстренько за стразами схожу не рядышком здесь находится где-то смотрите мы подсушили теперь мы можем либо щеткой либо кисточкой мягкой мне нравится мягкой кисточкой убирать мне такая вот есть макияжная кисть очень деликатно убирает да конечно камера не передает всей красоты очень прикольно смотрится этот дизайн прям очень так возьмем добавим пару стразиков это конечно на ваше усмотрение но я могу сказать вот по своим клиентам что на новый год ну вот всегда хотят стразы всегда даже те кто их вообще не носит всегда им на новый год нужны стразы я возьму хамелеон чеки вот парочку тут прям вот три штучки надо больше здесь не нужно чисто символически один такой все больше потому что если их тоже много это уже перебор так на что ставлю стразы стразы я ставлю на топ ой на базу макси на базу макси вот она на вот такую базу отлично на ней держится стразы так что там не пропустили подождите мне просто очень быстро все а будет ли запись да 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 конечно 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 будет запись обязательно месяц эфир проведу сразу его сохраню вы можете его пересмотреть любое удобное для вас время и даже несколько раз и там перу базу макси вот прям с кисточки с кисточки небольшое количество и ставлю ее туда точечно где у меня будут стоять стразы вы смотрите как я выбираю эти места вот здесь вот до пустовато вот здесь вот сюда сейчас пару стразиков поставлю и один вот сюда беру хамелеон они мне очень нравится они сюда классно подойдут один голографика один хамелеон чик блинчик чуть помельче они троечка а вот голографика это четверка размер вот и все вот больше здесь прям не нужно будет прям слишком всего много вот таким образом поставила и сушу в лампе теперь все это дело на клиенте две минуты я чтобы сэкономить время я подсушиваем пасту по 30 секунд стразы по 30 секунд а потом все вместе пока стол убирать стала все убираем чтобы у меня было все аккуратненько вот ставлю лампу на две минуты и все это вместе высыхает потому что если вы будете каждую позицию сушить подолгу то очень будет вас занимать много времени сначала по чуть-чуть подсушивая потом все вместе сушу так ну да сушу смотрите вот такой получился красивый у нас дизайн очень красиво внутри смотрится поталь видите она с краешку здесь видно что он золотая такой красивый получился зимний маникюр конечно на всех ногтях если сделать такой дизайн это будет очень много до перебор будет поэтому можно таких нарядных ноготочков сделать 23 остальные вот ну так как это праздник я бы сделан например золотым вот можно золотым а можно не знаю можно тут нужно подумать хотя золот сюда подходит кажется лучше всего и так вот такой получился у меня маникюр сейчас я себе сделаю еще один такой ноготочек чтобы вам было более показательно это как будет выглядеть такой дизайн в композиции и опубликую на своем аккаунте и так девочки спасибо всем за ваше время за то что посмотрели особенно тем кто присутствует до конца сейчас я сохраню эфир вы сможете посмотреть его в любое удобное для вас время всем пока